Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами Ломонос Петр и сегодня поговорим о рассаде. Всем нам хочется, чтобы наша рассада росла быстро и дружно. Но если соблюдать определенные правила, это добиться очень нетрудно. Что очень ускоряет прорастание семян, это их прорашивание. Потому что набухание, как бы семена набухают в течение 12 часов, больше не надо держать их, но потом прорастить семена. Прорашиваем семена и они взойдут гораздо быстрее. Ну, например, такой простой вопрос, что если посеять сухие семена помидор, они взойдут где-то на 10 день. Если посеять семена, которые уже пророщены, всходы появляются на 5 день. То есть 2 раза быстрее появляются всходы. Но прорашивание семян также не представляет особых трудностей. Ну, опять же, нам надо будет бумажная салфетка, которую мы увлажняем, рассыпаем семена и полиэтиленовый пакет. Надо прорашивать семена где? Можно. Можно прорашивать семена, конечно, при соблюдении температурного режима. Многие прорашивают просто в комнате. Вот. Ну, тут необходим термометр. Необходим обычный термометр. С какой целью надо нам термометры? Потому что температура в комнате может быть и 18, и 20, 22 градусов. Так вот, для прорашивания семян, особенно таких теплолюбивых культур, как томаты, необходима температура воздуха, чтобы было градусов 25-27. Для перцев и баклажанов температура воздуха может быть уже и 30 градусов. Поэтому при соблюдении таких температур, наши семена взойдут как бы набухшие семена, и помещенный вот такой пакет взойдут очень быстро. Чем ниже температура, тем дольше появляются всходы. Запоминайте. Семена нельзя перегрыть, если вы будете все регулировать термометром. Ну, если вы семена уже высеяли, значит, что семена очень отзывчивы на что? Любые семена отзывчивы на подогрев, на подогрев почвы. Как может осуществиться подогрев почвы? Подогрев почвы осуществляется очень-очень просто. Значит, если у вас есть высокое расстояние между батареями и подоконником, значит, вы можете емкости с семенами, поместить в плесиновые пакеты и поставить на батарею. Поставим на батарею, батарея будет снизу подогревать ваши семена, и они взойдут, поверьте, гораздо-гораздо быстрее, чем если бы они стояли просто на подоконнике. Ну, другое такое условие. Если у вас свой дом, у вас, конечно, может быть печка, может быть русская печка, амин, которую вы постоянно протапливаете. Так вот, если семена поставить в таких условиях, где что-то кирпич, кирпич нагревается и отдает тепло очень медленно, ваши семена взойдут очень быстро. Знаете, предвижу вопрос, что некоторые могут задать вопрос, что вот, мол, мы ищем семена, а там нету света. А света не надо. Пока семена не всходят, любые наши емкости, невероятно, держат на свету. Свет там не нужен. Только с появлением всходов растения нуждаются в свете. Отдельные семена, но их очень мало, например, тоже сельдерей, которым требуется свет для прорастания. Но это как бы исключение, это малое количество овощных культур. Большинство овощных культур прекрасно уходит всем над тем. То есть, когда посевы, засыпаны почвой. Ну, если у вас и печи нет, и с батареями проблемы не подсадить, значит, воспользуемся самым простым способом, который тоже доступен каждому огороднику. Для этого мы возьмем такую старую, добрую медицинскую грелку. Беру медицинскую грелку, наполняю на две трети водой. Но здесь температуру воды надо мерить, не на глазок. Надо мерить ее или на показателях в колонке, или убрать термометр. Специальный термометр такой вот. Промираем температуру воды. Вода должна быть 55-60 градусов. Заполнили нашу грелку. После этого, значит, ставим емкость. Ставим емкость с высчайными семенами на нашу грелку. Поставили эту емкость. Все помешаем в полиэтиленовый пакет. И после этого укутываем или одеялом, или полотенцем. Укутываем для чего? Чтобы эта температура сохранялась. Два дня мы можем не трогать. Поверьте, что все семена, например, помидоры уже сходят на четвертый день, если они стоят на грелке. Перцы где-то шестой-седьмой день, баклажаны уже также наклевываются, начинают сходить. Поэтому этот способ очень-очень хороший. Как бы такой практичный для подогрева, нижнего подогрева почвы. Почва греется, и наши семена как бы стремятся к теплу, и они быстро сходят. Поэтому, знаете, об этом нюансе. Ну, точно так же. Немного так как бы уже перескочили вперед. Ну, многие скажут, вот, Петр Николаевич, вы там не сказали, о подготовке семян. Надо ли их обрабатывать. Ну, значит, обрабатывать семена, как бы, на, можно. Но не забывайте, что концентрации при обрабатывании семян очень низкие. И в домашних условиях просто на глазок их определить очень трудно. И что часто получается. Даже та же любимая нами марганцовка. Если дать большую концентрацию, значит, семена становятся темно-коричневыми, и они просто-напросто сжигают, сжигают росток. Наши семена вообще теряют схожесть. Даже возьмите такой простой вопрос, как замачивание семян. Замачивание семян более 12 часов. Как бы, что дает? Замочили дальше, и растения просто-напросто задыхаются. Задыхаются от недостатка кислорода. Семена теряют схожесть. Ну, далее, кто-то тоже есть товарищи такие, что пропагандируют. Вот, подвешиваю мешочек семенами под протошной водой, и она течет там сутки, и семена потом хорошо всходят. Все это неправда. Потому что семена, которые будут под протошной водой, наши питательные вещества будут вымываться, наши семена будут обедняться, и, соответственно, будут сходить плохо. Поверьте, что природа позаботилась о семенах. Она дала им запас питания, и в природе они все всходят и прекрасно растет. Единственное, что можно как бы без опаски использовать, это различные, как бы более простые органические обработки. Тот же сок алоэ, например, это прекрасная органическая обработка, где вы как бы не привезете концентрацию и повредите вашим семенам. Точно так же картофельный сок для обработки семян поселенных культур. Он так же прекрасно подойдет. Вы обработаете, и ваши семена очень хорошо взойдут. Ну и дальше, что? Если вот семена мы проращиваем, смотрите, какой нюанс. Сейчас многие производители фасуют очень малое количество семян. В пакетике перца и помидора может быть всего лишь 5 штучек. Если мы эти семена просто довираем почве, посеяли в грунт, грунт не всегда у нас проверенный, не всегда мы уже уверены в его качестве, наши семена могут просто-напросто погибнуть там от инфекции в грунте и не взойти. А если мы проращиваем, мы, значит, знаем, что уже семена у нас хорошей схожести, хорошей и дружной схожести. Вот поэтому уже основные причины, значит, только в грунте. Вот почему я советую проращивать семена. Так что, если вы будете соблюдать вот эти условия, то есть замачивать семена, водички не более чем на 12 часов, в теплой воде, дальше проращивать их при высоких температурах, и, соответственно, делать подпочвенный обогрев, ваши семена зайдут быстро и дружно. Ну, а дальше смотрите ролики, там я рассказываю, что делать с этими растениями, которые уже взошли, для того, чтобы они не вытягивались и были коренастыми и крепкими. До свидания.